Наркотин и алкоголь Наркотин и алкоголь наркотическими веществами Государственный стандарт на алкоголь 18300 от 1972 года согласен с академиком Читаем его Этиловый спирт, легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость С характерным запахом относится к сильно действующим наркотикам Вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы То, что никотин является наркотическим средством Об этом нам говорит международная классификация болезней Она указывает на то, что группа заболеваний от F10 до F19 Это психические расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ То есть наркотиков Так вот, согласно ей, F17 это психические и поведенческие расстройства Связанные с употреблением табака В этой связи у меня нет причин не доверять академику Углову и медицине Итак, мы выяснили, что алкоголь и никотин это наркотики Теперь вернемся к нашему вопросу Известно, что торговля наркотиками приносит огромную прибыль Один из главных факторов большой прибыли это зависимость наркоманов Наркоман готов отдать последние деньги, чтобы получить наркотик У него уже сформировалась зависимость на физическом и психическом уровнях Зависимость это главный секрет популярности наркотиков в обществе Нам нужно всем понять, что торговля никотином и алкоголем это порочный бизнес Я думаю, многим известно, какие огромные усилия и деньги тратят бизнесмены, чтобы продать людям свой продукт Табачные компании здесь не исключение Двигатель торговли это реклама С помощью рекламы можно продать людям все, что угодно Недаром реклама бывает навязчивой Она старается приучить человека к тому, чего он должен желать И часто она использует в своем арсенале ложь, обман и другие совершенно мошеннические уловки Прямая реклама табака и алкоголя у нас запрещена, скажут мне Но ведь есть и скрытая реклама Курящие и пьющие герои в кино, сериалах Курящие блогеры и рекламирующие курение, парение, снюсы И, наконец, курящие повсюду взрослые Которые своим поведением подают дурной пример молодежи В моем детстве на застольях взрослые удаляли детей в детскую комнату Для того, чтобы дети не видели, как взрослые распивают спиртные напитки Также многие из них, чтобы покурить, прятались Давно известно, что человек очень сильно зависит от социума Человек – существо социальное Я знаю примеры, когда подросток начинал курить ради того, чтобы его приняли в компанию Недаром говорят С кем поведешься, от того и наберешься Этот принцип хорошо знают продавцы табака Они торгуют им очень давно И уже успели приучить к никотину не одно поколение Современные молодые люди являются заложниками сложившейся ситуации Почему молодежь начинает употреблять никотин и алкоголь А в будущем и другие наркотики? Потому что она с самого раннего возраста видит вокруг себя употребляющих людей Употребление наркотиков в нашем обществе стало нормой Почему человек начинает употреблять наркотики? Потому что продавцы наркотиков приучают его с раннего детства ради собственной выгоды Это главная причина и я в этом убежден Уважаемый зритель, если вам понравился ролик, поставьте лайк и оставьте хотя бы небольшой комментарий Если вы хотите поддержать автора, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео Спасибо вам за внимание, будьте здоровы! Спасибо!